привет друзья сколько лет сколько зим смотрите подсказка если мы видим вот такое на машинах что это значит это значит мы на очередной встрече белорусов только в этот раз у нас встреча белорусов не только америке филадельфия но все америки и канады говорят из канады тоже людей тут люди же общаются как все ли людей зарегистрировалась я не могу сказать потому что бачите нам приблизительно со всей америки сорок человек не можем не будем это приедут а с мексики вышел дофи смотрели тоже сходов вы на два дня один служивые есть ритикова я могу подлечить и отказать да мне вот интересно это же вроде как со сей белорусский блогер но большинство аудитории не разговаривать добрый ответ на вопрос что такое диаспора сообщество людей сообщество людей окей как ты думаешь есть диаспора белорусов сша да как ты думаешь что дара должна делать и диаспора нужна кому какие цели диаспоры поддержать здесь культ культура нет культ белорусского народа культура ну не культура это же не культура окей скажем так поддержать во первых культуру культуру нашу речь мол и наверное все таки сохранить самих себя то есть остаться белорусами то есть остаться белорусами в америке деятельности должна быть направлена для белорусов для пользы белорусам в америке все что связано с беларусью в америке не только вам все что связано с беларусью как ты думаешь тебе лично как-нибудь вообще помогали белорусская диаспора до практически во всех вопросах например начиная на раз каких-то бытовых нужд каких-то наверное юридических вопросов то есть принципе для старта в америке белорусу можно зайти в любую диаспору как ты получил эту помощь ты писал заранее через беларусь или ты когда приехал присоединиться как вот просто я когда приехал присоединился в месту белорусов написал кто я что я и что и это позволило тебе что найти жилье работу за найти работу найти жилье найти единомышленников самое главное что здесь надо почему я спрашиваю почему я спрашиваю просто когда я буду спрашивать я постоянно хочешь что-то спросить погоди я когда приехал в америку я тоже искал диаспору белорусов белорусские суполки вот одна из первых это была в нью-йорке сегодня позднять будет но не будет не будет поздняка ну неважно я не знаю кто это налоги вонка то что короче суть в том что я я приезжаю блогер я приехал в нью-йорке к ним на встречу ну и тот же искал какой-то коннект общение ничего не никаких коннектов никакой помощи ничего типа ну окей приехал вы молодец делаем вывод двадцатый год нас всех начал объединить может быть я приехал в семнадцатом не портануло мы откроем программу баз это все база организовала короче это чисто базовская тема да ясно много не будет людей да кстати база вот драма это одна из самых первых организаций белорусам в америки в сорок девятом году в сгуртовании сгуртования сгуртование вот сюда первые приехали вот именно сюда Ну, вот в этом же здании. А, прикольно. Сглядите, что нашел. У нас, оказывается, здесь есть памятник с Магаром за Беларусь. Вот. Погоня и все иншее. Блин, так сейчас по-белорусску разговаривать почну. Тут шмат людей, которые по-белорусску разговаривают. Что мы здесь видим? Крест. Тевтонский. Нацистский, да? Давайте, бомбите в комментариях, пишите. Слава Магарам за вольную Беларусь. В 1974 году поставили этот памятник. Флаг США, флаг. Исторический флаг Беларуси. Я нашел звезду. Потом найду звезду. Я нашел звезду, оказывается. Потом возьмем интервью. Это белорусский режиссер снял фильм «Вышей за небо». И что с ним? Этот фильм запрещен показывать Беларусь. Да. И человек теперь тоже запрещен в Беларуси, я понимаю. Он давно запрещен в Беларуси. По-моему, фильм вышел и вроде его запретили. Все, так что надо с ним потом пообщаться, да? Вот такие вот подшастуны по-белорусскому. Вот есть бутерброд. То, что я могу даже есть. Беларусь. Следующий. Бутерброд с Рэйвэй. Беларусь. Круасон. Чистень. Сладенькая. А вы... Это у нас сержант? Да. Я специалист. Спешалист. Да. Вы где? Это у вас старая армейская форма еще? Это не старая. Это называется «тресс-блуз». Да, но нам уже не выдают. У нас зеленую выдают. Тресс-блуз не выдают. Тресс-блуз не выдают. Тресс-блуз надо покупать. Тресс-блуз. А вы где служили? Я не служил. Я служу. О! До сих пор сержант? Я до сих пор сержант. Так. А где вы служите? Расскажите. В Национальной гвардии. Я тоже. А вы в какой? Тресс-блуз. 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 Это где это? В каком штате? Нью-Йорк. А. А я, наверное, в Пенсильвании. А, ну да. Да-да-да. Я в этом. Индиан Таун Гэп там рядом. Так, был там. Так, отлично. Вот видите. Нашел сослуживца. Он Национальный гвардия. Да. Национальный гвардия. Национальный гвардия. Национальный гвардия. Национальный гвардия. Угу. Здравствуйте. А у вас первая... Какая МЛС-специальность? Этик-майк. 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 А. Этик-майк. А, это самое лучшее. Классно. У меня 36 браво, я финансист. А. Да, я такой. В офисе посидеть. Ясно. Ну, круто. Спасибо. У армии все распадавалось. Я разумный солдат. Их расчет на меня. Не кричусь, пидаса. Пошел к рейдеральнюю биссуар. Лези до твару отрубився. Як прошнусь, я смог стоять санитары. Я эмма. Мама. Я эмма. Я эмма. Так, так, так. Я эмма. И не матут проблемы. Я эмма. Я эмма. Мама. Я эмма. Лезла бьюсь. Я эмма не жител. Ай, зямма. Первый вопрос. Что такое диаспора? Диаспора – это объединение людей по национальному, религиозному, языковому, либо какому-то другому культурному. Нет, это можно своими словами. Не обязательно прямо стараться. Да. Точно. Я просто хочу понять, как люди понимают это. Да, это в моем понятии. И в твоем понятии. Каковы цели у диаспоры? У диаспоры цели, в принципе, как у любого сообщества – заявить о себе. То есть, рассказать о себе, сделать себя известными для как бы других сообществ, для мысления. Я в плане. Что это вырежешь. Не буду. Ничего вырезать не буду. Как ты думаешь, есть диаспора белорусов в США? Конечно, есть. А ты приехала уже сколько лет назад? 23 года. И тебе как-то помогла диаспора белорусов? Мне, на момент моего приезда, я не знала, есть ли диаспора белорусов в США. Окей. Теперь те же вопросы. Что такое диаспора? Что такое диаспора, в моем понимании? Да. Ну, это образование какой-то людей. Как правило, оно формируется по национальному признаку или по географическому. То есть, это выходцы из какого-то определенного региона. В данном случае, белорусская наша диаспора. Окей. А каковы цели диаспора? Ну, они могут быть разными. Опять-таки, как бы, смотря кто их описывает, но в... Ну, в твоем понимании. Окей. В моем, ну, опять-таки, что диаспоре интересует. То есть, я считаю, что на первом этапе любому эмигранту, вновь приехавшему, ему нужна поддержка. Вот. Поэтому, если в том месте, куда он приехал, есть мощная диаспора, то, как правило, там есть бизнесы, там есть работа. Человеку там даже элементарно помогают на первое время, там, какими-то вещами, там, жильем. И, самое главное, информацией. То есть, вот информационная поддержка, это, я считаю, одна из главных функций диаспор. Ну, как ты считаешь, есть ли диаспора белорусов в США? Ну, да, есть. Вот. Мы здесь сидящие все. Представители. Пиши на себя туру камеру поверни. Да, да, да. Потому что, кроме Филадельфии, у нас здесь сегодня присутствует Хостон. У нас присутствует Флорида. А, Фил, ты тампор? Тампор. Тампор Флорида. Ньюхэмлит. Ну, я еще не диаспора. За две недели тут. Уже диаспор. Ну, уже не взял ты с нами. Верующая коннекция у нас проседает. Тебя уже объявили как диаспора, поэтому все начинает работать. Да. Отлично. Да, и есть ребята у нас в Миннесотове. Похожа у нас. Да, еще. Чикаго. Песня. 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 короче три простых вопроса 1 что такое диаспора по твоему мнению диаспора я считаю что это собрание определенных людей определенной национальности за пределами страны но при этом они организованы и активно диаспорой называется организованные члены организован группа людей в общем организованная группа людей определенной национальности правильно прям как почти по википедии ответила вот отсюда следующий вопрос вытекает вот я задаюсь вопросом какие цели и вот диаспоры ну я думаю что цели очень очень разнообразные то есть это от того чтобы просто собираться своими ну все что угодно пикники какие-то там мероприятия и так далее просто потому что ну есть определенный кайф от общения со своими потому что это это один культурный код и ну ты просто его сразу же чувствуешь и но это это как бы самый такой минимальная активность диаспоральная а так она конечно может выражать себя самого ну для меня ну как бы если говорить про про белорусскую диаспору это все же таки возможность быть со своими и поддерживать белорусскую идентичность поддерживать идентичность какой-либо страны и нации так далее за пределами страны окей скажи если белорусская диаспора в сша есть ответ утвердительный у тебя еще такой вопрос как долго ты в америке я живу с 2011 11 лет и тебе как-то помогала белорусская диаспора ну надо сказать что я в принципе в америку по большому счету приехал впервые приехала в 2008 году и приехала я как визитом скала то есть как приглашенный исследователь центр белорусской центр белорусских исследований который организовала белорусская скажем так ее представить поэтому да я благодаря этому приехала в америку вот мне в принципе все оплатили я приехала мне дали дом вот стипендию даже еду можно было ходить но этого при университете и возможности ну в том случае работать над диссертацией и дальше то есть вхождение белорусской диаспору в моем случае в америке было просто идеально что дальше мы поехали по разным городам и белорусским диаспорам в сша вот я приезжаю сюда там куда-нибудь например в кливлин а там офигенная огромная церковь захочешь там быть бэчэбэ флаги вместе с американскими люди разговаривают на белорусском языке у меня был а ну здесь вот где мы сейчас находимся это тоже было здесь могилы здесь кладбище 2 русских где ты приходишь и это достаточно большие кладбища где все могилы на белорусском языке вот и для меня это был просто я не могла поверить и меня соберясь на самом деле потому что я приехал и вот рядышком с нами находится церковь жировической божией матери буквально в пяти минутах отсюда еще одна белорусская церковь вот тут белорусский американский центр вот на самом деле здесь это все потому что сюда приехало множество белорусов после войны так называемых послевоенная эмиграция и здесь они пустили свои корни что мы находимся в штате нью-джерси недалеко от нью-йорка туда нью-йорка пять минут и грубо говоря ладно спасибо я витаю всех доброго дня меня зовут людмила хрумченко я украинка с киева мой муж староста белорусской церкви у брукліне ну да на вашу думку что такое диаспора ну по-перше наскільки я знаю в украинске есть пять минут украинской диаспоры и спочатку те люди яки на початку приезжали до до Америки они заклали можна під грунт тих 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 українских центрів які є зараз українських церков українських шкіл які існують на даний час ну и можно сказать это объединение украинцев и можно сказать так само как объединение белорусских и белорусская диаспора это те люди яки хотели створить свою родину уже на території інших края на території сполучених штатів америки люди вони складалися да навіть не великі гроши і вони купляли землю і потім на цей землі вже створювались білоруські або українські центри так само як та церква я який ми находимось зараз вона була створена на початку 70-х років тобто це люди які об'єдналися і вирішили що їм потрібно ця конкретно білоруська церква саме в Саус Рівер і зараз у нас в Саус Рівері є білоруська церква і є білоруський центр в якому є можливість спиратися білорусам на великі свята або на проведення якихось заходів отлично второй вопрос как думаете какие цели у діаспори ну по-перше яками мети у діаспори це не загубитися в океані інших національностей які приїжджають в Америку в Америці як ми знаємо це країна мігрантів і для того щоб була можливість зустрічатися можливість допомагати один одному не забувати рідному на жаль я наскільки знаю що білоруських шкіл не так багато в Америці я не знаю наскільки скільки їх існує їх не так багато і в Білорусі тому я хочу побажати всім білорусам для того що потрібно працювати на створення білоруських шкіл бо я кажуть що я можу сказати про українців що не той українець у якого батьки українці а той українець у якого діти українці тому і хотілося б щоб справжні білорусів стало більше не тільки ті які народжені в Білорусі які мають батьків білорусях а також стало більше білорусів у ricах діти в Беларуси, которые знают белорусскую культуру, которые знают белорусскую историю и которые могут общаться с белорусской мовой. Хорошие слова. Третий вопрос. На вашу думку. Есть белорусская диаспора? Потому что я так понимаю, украинская диаспора точно есть. Украинская диаспора существует. И белорусская диаспора есть. Но что можно сказать? Сьогодні на этом заходе пролунали слова. Это выступала старшина БНР. Ивонка Сурвила. И вона сказала, что нужно было не только создание каких-то пикников или каких-то заходов, а также, что это была политическая просвета тех белорусов, которые есть. Потому что это не только когда люди общаются между собой, мы не можем откроемить историю и культуру Беларуси от политики. Потому что на данный момент территория Беларуси куплена Россией. И поэтому нужно, чтобы белоруси, которые на данный момент находятся в Беларуси, в Америце, чтобы они объединились и пытались сделать как бы больше для того, чтобы страна Беларусь стала бильной. На данный момент, велика кількість белорусів смагается в Украине. Створены полки Кастуся Калиновского, полк Пагмоня, еще есть белорусские творения. Багато белорусей всего света помогают им. И так хотелось, чтобы это до чего были залучены еще больше Беларуси. Потому что, как мы понимаем, что если Украина победит, это большая возможность для белорусского народа получать независимость. И последний вопрос. Когда вы переезжали в Америку, вам помогла диаспора? Белорусская или украинская? Как-то помогла вам диаспора? Ну, ну, по-перше, мы познакомились с... Я переезжала в конце 2015-го и в меня член, мой муж, он белорус. И он с самого начала, когда началась у лютого месяца 2014-го, был Майдан в Украине. И он был зацикавлен в этом. И ему было интересно, что происходит в Украине на самом деле. Так вот началось наше спілкувание. И начиная с самого первого приезда, я начала брать участь у всех митингах, которые проводились в Нью-Йорке, біля Організацій Объединенных Наций, біля Таймсквер, тобто в всех местах, которые происходили. Также мы брали участь у митингах на поддержку Белоруссии и Украины, и біля Белого Дому в Вашингтоне. Это вы активно участвовали, а вам как это? Вам помогла? Для вас как это польза была? Что такое допомога от Украинской диаспори? По-перше, каждый из нас мы есть частью. Мы помогаем, нам помогаем. Мы нужны для этого не то, что нам чем-то помогли, что мы смогли. Мне что помогло? У меня есть много друзей из Украинской диаспори, я общаюсь с ними, я с ними познакомилась во время митингов, у нас есть большое общение, у нас есть большая поддержка. Сейчас мы вместе волонтерируем на благо Украины, мы собираем деньги, мы купим вещи, которые необходимы в Украине, мы купим в Америке, и отправляем в Украину. Мы поддерживаем батальоны, мы поддерживаем киевский митинговый шпиталь, а также еще и другие військовые группы в Украине. Понятно. Моя мета, понимаете, много белорусов спрашивают, чем помогла диаспора? Что ты сам сделал? Ты сюда приехал не для того, чтобы тебе помогали. Если ты начинаешь как-то проявлять свою инициативу, то люди начинают до тебя тягнуть. Хорошо сказано. Такое есть. Музыка. 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 вот этот интересный ты снял какие-то фильмы я снял много 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 спектаклей поставил вот сказал очень на сценарии и или как короче и какой-то фильм за который тебя теперь беларуси не любят точнее так по-другому скажем белорусская власть тебя современной не любит но она не любит меня и за многие вещи она не любит меня за мой блог который называется альтернативное благовидение она не любит меня за то что я в координационном совете беларуси делаясь представителем по культуре там вот за то что я участвовал в ралли светлана тихановской там за много чего меня не любит но если мы говорим про искусство ну да спектакли мои запретили которые были в национальных театрах но мне про театр сайт тут есть режиссер который снял фильм в ушей за небо вот это наверно самый это твой самый такой скандальный как или как сказать я не знаю это мой любимый точно фильм твой любимый да да уж не знаю скандальный но это мой любимый фильм это фильм про белорусскую молодежь надо фильм с которого началась моя такая киногруппа в беларуси потому что до этого я работал в украине и в первый наверно фильм который не беларус фильмовский а независимые которые там рассказывают про проблему белорусской молодежи в каком году ты его снял 12 его можно в ю тубе найти посмотреть да еще какие-то фильмы свои которые бы ты любимые ну много фильмов там я начинал с таких российских блокбастеров типа любовь морковь елки с тимуром бекмамбетовым каким образом ты там был режиссером я я-то я их писал писал сценарий потому что я про елки я слышал сказать не сказать кто-то видит кто-то не смотрит да окей отлично ладно ну так как у романы знают те кто смотрит кино меня прекрасно дай бог что у меня не не думаю что моя аудитория прям киномана особенно да поэтому им просто привет смотрите да вот выше и за небо посмотрим а он на русском или на белорусском там есть белорусский русский окей там ляпис и там нрм там впервые музыка navi там такая команда была навеет и которые navi band да ксюша и так далее там очень много будет открытий для людей кто еще не видел окей я вот не видел теперь по поводу диаспоры вопрос у меня такой что ты по твоему мнению что такое диаспора по мнению диаспора это люди которые живу живя в другой стране тем не менее не теряют свою родину каковы цели диаспоры сохранить культурный код прежде всего культуры прежде всего потому что образ жизни все равно ты принимаешь той страны которые ты живешь это не можешь жить очень некоторые живут но на самом деле в реальности ты не можешь в америке как ты жил в беларуси живешь по другим законам и в другой экономике но культурный код это наверное то что ты можешь сохранить я понимаю ты недавно всего было в америке но если белорусская диаспора сша да есть и несмотря на то что и недавно с ней очень давно взаимодействуем потому что я делал премьеру своего фильма гараж в вашингтоне например и я делал там творческие встречи у меня огромное количество друзей знакомых которые тут диаспорах разных городов и когда мы обсуждаем том же координационном совете будущее демократической беларуси мы прекрасно понимаем какой потенциал есть у тех людей которые сохранили свободу сохранили энергию сохранили и получили еще новые знания для возрождения новой беларуси и опять таки все недавно здесь сравнительно две недели но помогла ли тебе как-то диаспора уже не вот это мое первое здесь мероприятие я приехал гельский университет я буду там преподавать ну и и надеюсь что еще и чему-то научусь там потому что нам обалденно но моя цель это внести тему беларуси в академическую сферу америки то есть в принципе то чем я там занимаюсь продвижение темы культуры беларуси искусства беларусь так никто не знает вот у меня всегда старше такое беларуси приходится объяснять и даже на академическом уровне в крутых университетах очень мало людей которые как-то имеют фокус на на беларуси почти нет но смотрим кстати по этому поводу я вот когда но я просто долгое время пожил в россии потом беларусь я когда из россии в беларусь приезжаешь кажется на беларуси на но меньше меньше населения потому что там 90 или 100 миллионов русских считается именно как славян да и там 9 миллионов белорусов но потом я стал когда сравнивать другие например словения 3 миллиона чехия сколько там 5 то есть то есть беларусь она не такая-то и маленькая на самом деле по сравнению с другими европейскими странами но почему-то американцы чехию знаю словению знаю словакию знаю там а вот беларусь что это беларусь во-первых сама по себе закрытая и даже это не не в контексте лукашенко люди анима не более за объекты померковные не померковность закрытость как внутренняя такая то есть мы не как экспансионистская культура сама по себе но есть то есть у нас нету задачи бегать и всем рассказывать себе и очень часто беларусь как-то ну даже когда признается что он белару за рубежом он делать очень скромно тогда как какие-нибудь грузины будут кричать грузию не знаешь и так далее у нас в этом смысле такая определенная скромность это раз во вторых молодая страна все-таки как ни крути государственность такая полноценная только с 91 года это немного в третьих действительно белорусы они как партизаны они прячутся проблем не очень хотят их решать предпочитают прятаться кто где кто в лесу кто в америке кто в израиле кто кто где тоже есть такое но что делать еще такой момент смотри вот сбил вот касается белорусской диаспоры в принципе я столкнулся с тем что ноут и вот как бы мнение что ли не менее мысли вот много белорус белорусов которые сейчас в диаспоре начала как-то активничать но они большинство живут в америке уже давно лет по 20-30 которых уже свои дома машины дети у них уже не даже по белорусски по русской плохо разговаривают и они уже ну в основном американцы и у них тут бизнес и деньги и никогда я так полагаю они не вернутся в беларусь но они пытаются делать там какую-то политику как ты вот честно ли это справедливо ли это если они уже в принципе мир это абсолютно нормально потому что но они могут не вернуться физически они могут инвестировать они могут учить они могут передавать опыт есть масса народов где аналогичная ситуация армяне грузины евреи огромное количество евреев не собирается ездить ехать в израиль из бруклина да но тем не менее они очень серьезным образом поддерживают там свое государство издали нет это это нормально пока беларусь экономически настолько слабо и не сравняется хотя бы там со среднеевропейской страной ждать что это обратный поток иммиграции его не стоит просто да вот и если мы берем википедии диаспора одно из определения диаспори один из пунктов это то что они диаспора конечном еще как бы рассматривать конечном варианте возвращения на родину вот и у нас получается все равно много есть людей которые в принципе не рассматривают и не хотят нас еще очень как сказать слабая национальной идентичностью беларусь то есть мы еще и сами себе часто не ответили на вопрос чтобы беларусь что он должен знать и и ну то есть вот есть народы где это уже очень жестко и даже где бы они ни были и пусть их остаются там пять человек они остаются этим народом беларусам требуется время для того чтобы укрепить вот этот культурный код поэтому я говорю что это основная миссия диаспора интересный момент что когда я только приехал лет пять лет назад то беларусы которые приехали из беларуси и тогда еще советский союз они эмигрировали им было лень объясняться с американцами что такое беларусь где это беларусь они просто говорили я русский то есть они называли себя русским то есть такая же история интересная так тому что она сама идентичности партизаны за мискратой к проблематично так я просто русские все но после двадцатого года многие гордостью говорили что они беларусь это была такая поворотная . теперь просто не потерять какие еще раз как назовет стоит канал альтернативное благовидение 3 курить если кому-то интересно заходите ссылка на мой канал писаешь ну поставлюсь узнаю какой у тебя канал друзья что ты не мой лапушок а я не твоя генка что у как они нашим силам и а а а а О-о-о, по-далека О-о-о, по-далека Я сумма был по тебе, коли были далеко Готовости даня не скрою с морозы и спёк Оле пришла все одно, нягода лихотейка, и у какани нашим селом. Баталека, о-о-о, баталека, о-о-о, баталека, о-о-о, Не бы то все, как было, все две шашки-уришки, все дое в лямпе сверкло, все две словы в книжках, и все протонил дворы, гомонять веропеки, только в хохане нашим селом. Баталека, о-о-о, баталека, о-о-о, баталека, о-о-о, Субтитры создавал DimaTorzok